23 февраля – особенный день в календаре России. Это поистинно всенародный праздник, который посвящен всем поколениям защитников Отечества. На протяжении веков россияне мужественно отстаивали независимость, а зачастую и само право на существование российского государства. В этот праздник чествуют тех, кто служил или служит в рядах вооруженных сил. Ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане и Чеченской республике, ветераны вооруженных сил, военнослужащие, правоохранители, казаки. Словом, все, кто так или иначе связан с благородным делом защиты Отечества, пришли в преддверии всенародного праздника на прием в Славянскую администрацию. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко поздравил приглашенных. Сегодня есть у нас и герои нашего времени, тот же Роман Филиппов, тот же Александр Прохоренко, которые сегодня показывают преданность своей родине, преданность вооруженным силам. Я бы хотел высказать вам свои слова благодарности. Я вас от всей души хочу поздравить, пожелать вам крепкого здоровья, семейного благополучия, самое главное, мирного неба над головой. Много теплых, идущих от сердца слов было сказано в этот день в адрес каждого из собравшихся, но особенного внимания были удостоены ветераны Великой Отечественной. Фронтовик, действующий хирург и необыкновенной души человек Федор Данилович Коваль достоин любых самых высоких слов. На его счету больше 30 тысяч успешно проведенных операций. Благодаря ему в огненные сороковые тысячи солдат и офицеров выжили и снова встали в строй. Славянские артисты исполнили для приглашенных хорошие песни. Затем за активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи, мужество, преданность и беззаветную любовь к родине и в честь Дня Защитника Отечества всем участникам приема были вручены благодарственные письма. Один из награжденных, Александр Макарцев, потомственный военный, достойно отслужил в армии и сейчас работает со школьниками. Я прошел службу, начиная с Дальнего Востока, академия, за границей побывал, Северный Кавказ и горячие точки. Тоже принимал участие в боевых действиях. Совершенно об этом не жалею. И еще хочу сказать, что у меня вся семья военная. У меня жена военная запаса, у меня два сына служат, два подполковника, они будут отдельно праздновать этот знаменательный день. Поэтому я горд то, что я являюсь офицером запаса, полковником пока еще запаса. И горд тем, что занимаюсь обучением молодежи. Военнослужащие армии и флота продолжают ответственно выполнять свой воинский долг, обеспечивая защиту национальных интересов и безопасность страны. Такой армией, как наша, и такими воинами можно гордиться. Андрей Вишневский, Александр Косицын. Программа «События». Программа «События»! Программа «События». Программа «События».